Зайдёте, посмотрите, да? Основная это мысль, которая поставлена в голове и которая мне очень сложно стомулировать. Чем мы отличаемся от десятка других компаний, которые есть на Айлансе? Вот реально, чем? Мы разрабатываем, да. Мы работаем на дотнете. Окей, слава богу, это не PHP, не Ruby on Rails, которых много. Да, то есть мы в дотнете, но всё равно как бы подаёмся, там, раз, через три часа уже, там, 20 млусов, которые что-то пишут. Вот моя ситуация. Чем мы отличаемся? Мы поставим это мысль, которая у меня, как владельцы этой компании поставлена в суде. Я ответил на себя, как, ну, на три вещи, да? Первое, что мы сделаем, я скажу, окей, мы не занимаемся разработкой сайтов, мы не занимаемся разработкой простых приложений. Мы именно фокусируемся на сложных бизнес-лойках, на сложных порталах, есть серьёзная база данных, есть серьёзный, там, сложный UI, да? Который требует какого-то взаимодействия серьёзного, который требует серьёзных каких-то, ну, именно UI-ных решений. То есть мы не дизайнеры, мы, то есть именно программисты, да? Это сразу, как бы, позволило нам отсечь целый ряд, там, других возможностей, которые приходят, да? Там, сделайте мне, там, простой сайт, настойте мне что-нибудь, там, CMS-ки, мы этим не занимаемся. Вот это вот наша ниша, с которой мы работаем. Это первый шаг, который мы сделаем. Я тоже очень хочу, призываю вас к тому, чтобы вы себя правильно спозиционировали в компании. Понимаете, про что я говорю? Ну, китайском. Это не так. Резализация. А кто-то может своей резализацией поделиться? Да, враги. Как бы, Рубрана был тоже большой, достаточно, рынок. Поэтому я выбрал e-commerce и, в частности, это был, например, магазин Street. И, как бы, по нему у меня есть хорошая подсума, есть на GitHub-е проекты. И, когда я такой проект наступлю, как бы, я там достойно... Ну, тоже супер. Очень хороший приятный. Я, правда, не специалист в FUD. Но, после встречи в FUD действительно очень достаточно четкая, понятная ниша, в которой ты работаешь. Кого еще есть? Да. Ну, у нас достаточно схожи. У нас идёт упор на создание мобайл. Мобайл-ферст. У нас экспертизы идеал-лойалти-эпс, ивент-экспоринг, дейтинг. И у нас топ... У нас там по андроиду топ-1% не выходит, а вот там топ-5% по андроиду, джава и Windows. Круто. То есть это вот еще какой-то пример сюда придет. Как нам собираются эти данные? Мы начали так же с препода, как вас. Мы программистами, мы огромное среднее портали, и звонили, а... Мы начинаем позиционировать себя, что мы решаем такого типа задачи, по высшим конверсию, по нужной баллу с рейт, что такого плана. Мы начинаем учиться в бизнесе. Да. Наша особенно следующая часть. Да, очень хорошо. То есть мы вот сейчас тоже находимся на этой разделилке, да, в IT-бизнес-штуке, а остаться в техническом. Понимаете, что клиенты, которые к нам приходят, они уже приходят, наверное, с готовым решением. Им нужны программисты, которые решат сложную задачу. Вот мы пока держимся вот в этой вот нише. Ну, мы пока держимся вот в этой вот нише. То есть мы любую сложную вещь мы не сделаем. Еще один, может, какой-то пример есть. Ну, появится вот новый фрилансер, я призываю к нему, чтобы об этом постоянно думать. Чем я лучше других? Чем я отличаюсь? Чем я? Какой мой клиент? Все равно, если вы работаете один, вы не можете там, ну, как бы распылиться, да? То есть, ну, не мой клиент, но если он ко мне пришел, ладно, кому-то отдам. Это очень важно, если ты обнимаешься на фрилансер. Вторая вещь, которую мы сказали, что у нас есть доменная экспертиза. Мы очень много разрабатывали вещей для hospitality, для отелей, для путешествий и так далее. И здесь мы понимаем не только про то, как программировать, но мы очень хорошо понимаем, как вообще этот бизнес работает. Что должно быть у отеля в бэк-энде, по-моему, всем этим хозяйственным проектам. Именно вот это вот наш дифференцирующий фактор, который написан у нас на стартовой страничке. Он помог нам взять проект, про который я буду говорить. И очень важно не только написать это, чтобы оно где-то там лежало, но чтобы вы очень четко для себя понимаете, что есть преимущество, я сейчас это преимущество могу применить, и я его применяю. Это осознанный процесс. К тому же вот кто спрашивал, задавал вопрос, писать стандартные виды, полустандартные, полностью кастерные. Я пишу всегда кастерные виды. Это занимает уйму времени написать человеку лично от себя. Я всегда думаю, что для него будет важно, что из своей экспертизы я могу достать, какими его словами я могу это... Ну, в своем ответе, какими его словами я могу ответить. Там есть разные нюансы, то есть они по-разному технологии называют. Кто-то называют front-end, back-end, кто-то называют clients и сервер. Я хочу использовать его язык, на котором он говорит. Это очень важно, да. Ну и третья, то есть у нас достаточно очень серьезный, там, технический навык, они подтверждены тестами на Айландсе, да. Я думаю, что если мы подойдем наш курение, мы его подойдем кроме топ-нет, и в C-sharp тоже пропадим, просто уже надоело повышать эти рейтинг где-то, где-то мы остановились. Это то, что мы знаем про себя. Я когда смотрю на эти вещи, честно говоря, у меня до конца комфорта нет. Мне кажется, что эту экспертизу можно сжать, ее можно оттачивать, ее можно делать более выпуклой, и то, что мы озадачиваемся, как сделать хороший маркетинг профиль, как сделать хороший кейс стадис, как сделать красивое, понятное, классное описанное портфолио. Пока до этого мы не сильно отошли, у нас заказов больше, чем людей, которые готовы их сделать. Поэтому сейчас у нас фокус немножко другой, это расширить наши производственные мощности. А вот это вот где мы находимся. Понятно? Идем дальше. Все нормально. Если мы хотим высокий рейтинг, мы должны сразу понять, что нищеброды, кстати, все знают слово нищеброд? Это нищие, которые бродят. Русское слово. Нищеброды, они нам не товарищи. И мы должны сразу как-то учиться находить, и сразу учиться их отсеверить. Это вот конкретный проект, про который я буду рассказывать. Вот это вот скрешот этого человека, слава Богу, он подписался, я смог понять, что он из себя представляет. Кто он? Всегда, когда вы подаетесь, стараетесь максимум информацию обращать собрать. Иногда пишется имя компании, в которой он работает. Это видно особенно по приглашению. Иногда видно даже его имя, когда его пишут в респонсах. Всегда обращаете, что это за человек. Смотрите о том, с чем он к вам приходит. Какой его запрос, какая его перед этим история. Я, например, обжегся и не беру, принципиально не работаю с теми фрилансерами, у которых очень много проектов, на которых не выбран фрилансер. Это, например, моя позиция. Я не хочу еще одним проектом писать, на который никого не выберет. Или он поморочит мне голову, слышит мои советы, рекомендации, а потом возьмет и сбрыстит. То есть такого надо выбрать. Здесь нам повезло, человек подписался, и я сразу его нашел на рынке Дына. Я посмотрел, он нормальный человек, нормально работает, у него есть своя компания, у него есть какая-то своя идея, с которой он выходит. И весь его проект, это проект, а потом на следующем слайде покажу, о чем он. Это проект о разработке сайта по управлению отелями, с определенными какими-то особенными фишками, о которых я не могу говорить, потому что это специальная информация, но каким-то особенным. То есть это как Booking.com, но там есть своя изюминка. Его идея, чтобы эту вещь сначала спроектировать, а потом разрабатывать. Мы сейчас начали спроектировать. Байд премиум, техническая документация и так далее, все что называется. Вот. Я понял, что окей, это стоящий человек, у него за душой что-то есть, у него есть какая-то идея, он не просто проходился. Это тоже путь, который вам нужно каждому у себя проходить. Для одиноких фрилансеров, которые и пишут, одинокие правильные общества, это соло фрилансеры. Для соло, для фрилансеров, наверное, правильнее будет. Тоже на это очень сильно обращать внимание, потому что у вас сейчас искусство граничит. Вы половину времени пишите, половину времени ищите все эти проекты. Со временем, что найти большой проект, что не очень большой проект. Ну, на самом деле, по усилиям, сравните там где-то. Первый шаг, который вы мне сделали. Дальше. Вот это вот его приглашение. У меня была идея, чтобы дать ему почитать и подумать, какая же он клиента 0, но я вижу, что разрешение такое, что считать никто не может. Поэтому, мой клиент, она написана, ну, я постарался каким-то образом извлечь. Это приглашение, где он пишет следующее. То есть, у клиента, который очень много любит писать. Он говорит, что у меня есть цель, найти команду, которая разработает дизайн сайта, распутывает, ну, технический дизайн сайта, который будет хорошо говорить на английском языке, который будет хорошо коммуницировать. У меня уже есть материалы, которые до этого сделаны. Для того, чтобы я вам рассказал больше про деталей, нужно подписать им деньги. И он красиво, логично, об этом пишет. Какая наша цель для человека, который хочет высокий рейд, когда он читает эту вещь? Найти боль клиента. Нужно понять, что у него болит. Где его, что-то, что его заставляет написать столько текста, отправить его в мир, людям, которых он не знает. И это вот то, чем каждый, кто отвечает, особенно кастомно отвечает. То есть, я к этому призываю, просто как, не знаю, это действительно очень важно, начать и понять, что у него болит. Пойди-то выцепить из текста какие-то вещи, которые о чем-то могут вам сигнализировать. Ну, например, у меня уже есть draft technical specification. Значит, о чем это говорить? Может быть, о двух вещах. Первое. Или он сам уже начал писать техническую документацию и обломался. Или у него уже был какой-то негативный опыт, и он хочет его избежать. Поскольку человек вроде бы серьезный, вряд ли он бы там писал бы, ну, сам документацию. Наверное, кто-то, с кем-то он уже работал, кто-то его уже там прокидал. Все равно он будет очень осторожным всем, чтобы выбирать следующего человека. Ему очень важно там доверие, очень важно там прозрачности, ну, то есть такие вот вещи, которые очень важны. да? Здорово. Он говорит, у меня есть идеи, попиши идеи, дальше будем говорить. О чем это говорит? Потому что, наверное, есть какая-то у него горит о двух вещах. У него есть действительно какая-то классная идея, которой нужно поделиться. Или у нас был случай, когда нас просто через эти идеи кинули, нам запретили рассказывать о проекте, мы сделали тестовозвание, его забрали, ну, извините, вы не подходите. Ну, я, если бы это прокидал, еще нам не достроил, возможно, такой вот тоже вариант. Здесь, окей, написать идея ничего не стоит, услышать о том, что ему нужно, тоже как бы ничего не стоит, ну, готовы общаться. Так что интересно, если у него есть какой-то новый концерт, наверное, у него есть деньги на этот концерт. Ну, если он пишет, что он собирается дальше эту разработку продолжать, и платит за проектирование. Если он не щеброта, он говорил, у меня есть идея, напрограммируйте мне что-то, пожалуйста. тут он говорит, у меня есть идея, спроектируйте ее, а потом будем думать, как ее программировать. Ну, то есть, значит, человек с каким-то бюджетом, по крайней мере, готов вложиться в бумагу, в которой мы ничего не предложим. И третье, у него, скажем, такие вот, достаточно проскальзывают требования коммуникации. Я хочу хороший английский, я хочу нормальную, там, нормальную, обратную связь. Видимо, это тоже где-то, что у него проект, что-то болит. Понимаете ли вы, какая боль у ваших клиентов? Можете какие-то примеры привести там, из ваших заказов, которые вы делали до этого? Вы знаете, я, наверное, подарила комбакуще, чем индексик, но я точно знаю, что есть клиенты, которые просто выносит нос. То есть, ты попал, если взял этот заказ, пополнить. это более исполнительное. Это более исполнительное. Большое тексты, большие требования, которые будут ко мне выдвигаться. Я понимаю, что если я сейчас возьмусь за этот заказ, то это будет менингит, причем, менингит прибирания не только запятых, которые там не должны стоять, ты должна ему выдавать ссылки на орфографические слова и указывать, что вот это правильно. Так что будьте готовы. Если он что-то от вас много хочет, такие же придирки будут потом в данной работе. Знаешь, у меня немножко другой опыт. Если когда приходит заказчик и говорит четко, что я хочу вот это, то у вас будет другая ситуация. Если я разрабатываю систему, а он-то четко не писал, что нужно, тогда потом будет придирка в системе. Вот потом вопрос, вот ты говори, первое задание он должен задать как-то так сжато. Потом в порядке работы будешь обращаться и задавать вопросы это где-то один не надо. Ну, смотри, здесь просто различие в работе копирайтера, да? Я так понимаю, что творите, они... Это как тебе говорят так, построите мне дом, да, вот такой вот. Текста немного, да? Башенки какие не уточнил. Да. И ты идешь строить, он говорит, нет, ребят, башенки другие должны быть. Тут наоборот, чем лучше башенками он пришел, чем ты точно можешь поставить, вот ты здесь написал это, вот и тебе это построил. Это наоборот, когда клиент приходит и четко описывает, что ему реально нужно. Потому что тот убирает, причем он говорит, хочу такие башенки и фикс прайс прайс. И думает, ну, как это сделать, да? Возьмешь на себя, или возьмешь на себя? Или какая ситуация немножко? Ах, это программа, что он за все платит? Сего же, а хай порогает, то без людей, а это не задолго. Я подписываюсь, ну, вы говорите, извините, что я вы рубля, говорите? Ах, хах! Сразу нас тут по-у-у-у! Ну, допустим, я подписываюсь сделать эту работу там, в 1200 рублей, например. афиксованную. Афиксованную. И все, я попала. Я подписала сделать эту работу на 200 рублей, в данном случае. А потом, вот даже, если он написал мне, что он на страницу текста, хотя текст, допустим, на пост страницу, что я должен остаться, он начинает... То есть, много слов, которые можно трактовать по-разному. И поэтому люблю больше, четкие задания. Чем меньше он как бы в самом начале. Хочет, тем лучше. Окей. Это про боль твою, а вот про боль клиента. Кто-то вот, когда подавался, вспомните ваши последние биды, да? Биды, биды. Да. Багато хто хоче релант недосуд. В домене, ну, галузи в яких он хочет... А боль какая при этом? Ну, боль, они хочут эксперта на свою справи, потому что он уже знает, как это делать, не первый раз, а первый раз. Это что они хотят? А боль какая? Что у них болит? Вот в этом случае, как раз бедится, тратчат, он уже багаточасно подвязывает. О, я к цему могу так сказать? Так сказал слово, и это надо разумеять. Сделайте вот так вот. Сделайте у меня длинку для управления тремя телем. Вот, пожалуйста, ты хочешь такую, такую или такую. Вот такую. Вот эти работы уточни. С самого начала, когда пишет человек сразу, что мы чуть не имеем. И еще, может быть, боль, такая, да? Твоя рука, да? Я таке спостерегал, что сначала было написано, что функционал на джамбле, а данные сами сперегалися в базе данных. Ну, разные. По архобусному, но и другие тоже. И когда на этапе проектования было данных мало, все працювало отробно. А потом, когда выяснилось, что данные заповняются в очень большой базах, то функционал на джаве поганно працював. И моя задача была перевести на базу данных, в основном функционал, а на джаве только выкликать этот функционал. И, в основном, боль была в том, что не было... Приложение дальше не может расти просто. Ну, не было в начале самого заклада на важность, что так сильно можно есть в базе данных. Но функционал весь на джаве, я не знаю, кто стыкался, а тут как повильно, так? Входи меньше. Ну, боль была в том, чтобы перевести, и вас могут. Супер. И причем это надо делать еще быстрее, потому что есть пользователь, и у них тормозит, я не могу развиваться дальше, зарабатывать деньги. Это, ну, правда, такая боль, боль, боль. Говоря еще про экспертизы, я думаю о том, что знаешь, какой еще может быть мотив, да? Что я, если ты это уже делал, да, ты не только быстрее это делаешь, мне нужно меньше тебе объяснять, но и ты можешь мне какие-то вещи посоветовать, которые работают. Да, это тоже... Это вот то, например, на чем нам помогло этот проект проводить. Мы сказали, слушай, мы же делали сайты, бронирование отелей, три штуки, да? И мы сделаем их тебе. Ну, то есть, ты посмотришь, и мы тебе лучше досвид, там же опыт, мы тебе его принесем. У кого еще, какой более клиент отличался? Бежим, поедете по сайту, а там, как бы, бай не кликаешь. Ага. А, ну, английский варь все классно, шукаете, а почему не занимаетесь, когда основываешься сайтом, не прошуковываете за ними? Угу. Боже, какая конкретная, где же мы, а где мы, где мы зарабатываем деньги через интернет, да? Да. Согласен, очень такая, ну, боль, боль. Да. Ну, я пишу, підпокон на Apple, и там такая специфика есть в этих платформах, что певные бумаги до интерфейсу есть. И вот мой кастумер, с которым потом все успешно было, я все равно, как я думаю, что у него есть, как раз там было заявки видно. Такая фраза была, типа, сделать так, как нужно на этой платформе, это как раз то, что я умею, и мы познакомились, и он хочет так, я говорю ему, ну, нет, давайте хорошо сделаем вот иначе, а тут можно еще вот такую фишечку прикрутить, то есть сама что-то пропоную, и, ну, в подсумке ему так сподобалось, что это мы на красном уровне делали. Кургуда, молодец, я тебя рад. Извините, здесь, ну, правда про боль, про то, что я хочу, чтобы это именно хорошо работало. И там вот боль, да? То есть он не очень знал сам, как оно должно работать, потому что он специализировал что-то на иначе. Угу. Угу. Еще есть очень сильная боль, именно именно в iOS. Это, там, по 100 разов нужно на переверку перезаливаться, потому что они постоянно меняют все обмежения, там, использование кущей, использование порчейзов, ну, и все. И клиенты очень часто просят, что давай мы только заплатим после того, как оно пройдено полностью. Ну, конечно, на такие погоды, это это себя закопать. То есть они сами не знают, что Apple позволяет, а что не позволяет. Им нужен профессионал, каким миллион раз уже завантажен. А, мы знаем, что ты про это пишешь, мы уже знаем, что эти вещи не пройдут, вот тебе список, да? Мы их не сделаем, то положение будет залито. Давайте идти сейчас. У меня был випадок, я сам видишь, чтобы у меня было купание, вот у меня дядька хотел музыку прогревать на айфоне, всю музыку тягнуть из контакта. Ну, я делал додатки на контакте, я знаю, что Apple это не пропустит. Я забедился с словами, что чувак не пробовал этого делать, это нереально. Я пробовал, раз в 10 перезаливал, менявшись, он сказал, что не можно, и все. И мне только написал там, дякую, и закрыли. Окей, пожалуйста, моя консультация осталась теперь там, 220. Высокий уровень. Правда? Правда? Смотрите, ребята, очень важно, здесь такие большие тексты, то есть, кучу из текста я говорю, мне нужен там девелок, это большой классный проект, пожалуйста, подавайтесь тут, где эту боль искать, да? Если текста много, очень важно внимательно вчитываться, про что клиент говорит, в каких терминах он так говорит, да? Это позволяет кто-то вот какую-то такую боль, в миансе выявить, и четко ему вот в эту боль, ну как бы наводить прицеп. Давайте я на следующий слайд, да? Ну, надо знать свою силу, чем я крут, да? возвращаемся на несколько слайдов назад, да? И понимать его боль, и эту боль как бы в первом виде ее начинает лечить, да? Я приведу, как вы лечили, ну, его боль, да? Ну, что ты думаешь, что ты думаешь, это новый продукт, другие как бы не смогли, а вы сможете или не сможете? На что я сразу, первая вещь, когда я ему присутствовал, я Игорь из Меодейес, я говорю, смотри, вот это вот ссылка, ну там, ссылка на наш последний сайт, это Booking Travel, да? Мы говорим, смотри, вот это вот сайт, который мы сделали, он тоже, я не знаю про что у тебя, но он тоже про отель, он тоже про бронирование, мы понимаем, как это делать. Ты что хочешь сказать? Ты меня не знаю? Это, ну, смотри, мы знаем, как, ну, мы делаем для него проектирование, мы можем здесь проектировать аналогично, да? То есть, также мы понимаем специфику, в определенную область. То есть, первое, вот это вот, его какая-то скользящая, там, и мы вот здесь вот закрыли. Знаешь, я несколько раз говорил, что мне нужно focus on good communicator, непонятно, что это не инфинклитуры, мне нужно быть нормальным на листы. Там, в нескольких местах писал, и когда я ему отвечал, я говорил, смотри, вот мы соответственно им требовали, один, два, три, четыре, пять, да? Я ему писал, что смотрите, нужны нормальные коммуникаторы, у меня команда, которая может говорить на английском языке, которая сидит там прямо с клиентом, да, они вот так вот работают, они могут сложные вещи объяснить простыми словами, они всегда доступны в Skype. На что тебе, ну, скажешь, что тебе еще нужно, я тебе про это расскажу, вот так вот, как я понимаю, будет коммуникатор, вот она, вот нормальный английский. И дальше я его как бы, ну, досылаю, говорю, давай со Skype-имся, да, и ты увидишь там, со мной поговоришь, ну, то есть, пожалуйста, я доступен, мой Skype звонили, мы с тобой пообщаемся, ты увидишь, что у меня нормальный английский, там, у нас с ребятами поговоришь, ну, проблем нет никаких. Да, и, с ним была интересная ситуация, то есть, я написал, я как-то так писал, и понял, что это точно мой проект. И это я писал в середине июля, я написал, и где-то недели в две-три, вообще никаких там осенних. Да, и я потом думаю, и потом что-то он поменял, там, в описании проекта, он какие-то вещи отправил, я думаю, значит, клиент живет, что-то с ним он ждет. Я тоже что-то здесь, как бы, поменял, там, пробельщик, добавил, убавил, ну, чтобы не пришла интерпенция, просто что-то обновилось, да. И у нас там завязалась, там, с ним переписка. Ну, то есть, мы прописали в день, он еще мне сказал, что ты прописал, а не так, мы прописали по-другому, ну, давай, я вообще отключил, потому что хочешь, у меня поукладаешь, наверное, есть смысл, да. Но, весь секрет в чем, да, что мы находим свою боль, вернее, боль клиента, идентифицируем ее, и ищем, как мы эту боль можем решить. Да. По крайней мере, мы говорим, что мы, ну, минимум, пока не знаем, и понимаем, да, и мы это решили в прошлой практике. И у нас там есть готовое решение. Или там, позвони, мы тебя расскажем, ну, то есть, нужно показать клиенту, что мы прочитали его бит, поняли, что ему нужно, да, и кастома для него пишут. Вот еще раз, вопросы по поводу там, стандартных, шаблонных битов, ну, не надо этого делать. Вот, есть, ну, послушайте, посмотрите, почитайте, и четко для этого клиента отношитесь. А можно по KPI сколько вот таких вот поисков дать роботу? Слушай, ну смотри, я недолго делал, да, в июле я начал делать много писал, да, сейчас я как-то для себя дитровал вещи, я, ну, в день пишу два-три поста. А сколько они живут, когда вы их откликаете? Да нет, они там живут и живут. Ну, то есть, обычно клиент или отписывается там в течение одного-два дня, и говорит, о, а я как делаю? Я пишу пост, и задаю ему какие-то вопросы. Соответственно, клиент должен каким-то образом ответить на эти вопросы, да? Я ему говорю, ты мне ответить на эти вопросы, я тебе скажу целым, ну, там, мне нужны разработчики там, ну, там, айства.нет, я говорю, подожди, давай поймем, что этот разработчик будет делать, фронт-энд, бэк-энд, сколько там задач, давай мы сейчас как-то это поймем, а потом я тебе рейт его назову. То есть, я никогда вот здесь вот не называю рейт сразу, я стараюсь задать какие-то вопросы, которые вытянет от этого коммуникации. А если он уже со мной переписывается, на вопросы отвечает, уже легче с ним дальше, ну, как бы, его расключать. Да. А еще питание, если вы видите, что есть уже 50 пропозиций и больше филансеров, вы видите на это проект? Да. Знаешь, я до сих пор решил, что я не хочу видеть, ну, я как-то, вот я когда смотрю, что есть 50 предложений, да, я как-то, я лично останавливаюсь, я не знаю, правильно это или неправильно, и я решил останавливаться. У меня интересный другой опыт, да, то есть я понял, что если интересная вещь связана с ангуляром, с нокаутом, в общем, у нас охрененная экспертиза, да, если я ищу такие проекты, их там в день, ну, один-два проекта появляются, там я буду четко, очень четко ответить, очень четко показать наш опыт, сказать, смотри, мы эти вещи делали. Здесь вопрос в том, что, ну, если, ну, когда я подавался, там, на Допнет МВС, ну, там, сотнями, ну, вроде сотнями, там, 50, 70, да, может человек подаваться, ну, реально не интересно, да, потому что, наверное, найдется тот, а кто там, хорошо там, такой же экспертиза, как конкурируется в МВС, и нам здесь очень важно находить эту вот нишу, сужать пользу. То есть, писать не много этих предложений, да, а писать именно то, где я самый сильный. А кто-нибудь такие клиенты, какие в опыте, его крестовые такие слова, как англор, чей бэкбол, чей кнопкаут? Слушай, ну, это хорошо, что вот люди, которые, например, спроектировали вещи, да, то есть, у тебя может быть, ну, у меня есть, например, очень тихот клиент, который к нам пришел через Илландс, то мы сейчас в Илландсе с ним работаем, он там, вице-президент по инжинированию, ну, он отлично понимает, там, проектирование всех вещей, там, то есть, он грамотный, архитектор, ему нужна команда, которая делает вещи, значит, с которой мы можем классно на техническом языке поговорить. То есть, у меня клиент, не такой, который, ну, не такой, который, мой профиль клиента, да, он не такой, который пришел, ну, я хочу сайт, у меня есть проект, его нужно завести в интернет, пожалуйста, сделайте это, да? Ну, это же крайне, он заходит даже, я хочу сайт для, ну, хотел менеджмент портал, да? Я хочу портал для того, чтобы я мог менеджировать готель, там, booking, и тому подобное. То есть, он не использует, что там? Да. Все равно, что это Дотнет, что это джава, что это руби, да? Важно, что вы эксперт. Я говорю, что, ну, наша основная, там, тема, мы сейчас ищем, как бы, ну, я вот для себя, там, последние две недели, принял решение, именно, вот, искать по технологиям, да? Потому что по отелям, ну, это, ну, чудо, что мы его, как бы, нашли, да? Потому что там было, там, теги было, там, .net framework, да? И поэтому я его нашел. Я для того, чтобы сузить, там, усилия, которые я предпринимаю, для того, чтобы что-то продать, да? Я еще сейчас, ну, ну, проекты по этим технологиям. По ангуляру, по нокауту. На, по Signal Air, например, шутить проекты, да? Их вообще совсем мало. Ну, достаточно получить, там, эти один-два проекта, показать примеры, которые у нас есть, охранительные, да? И получить этот проект за нормальные деньги. Да? Чем я буду, ну, там, лопатить весь Яландс, конкурировать, там, там, конкурировать, там, со всеми, всеми, кто этим занимается, это свои усилия. И потом чувствовать, что я постоянно у нас в русском напряге полноценный. Ну, а как может это бывать в этом бизнесе? Если у вас, ну, было 10 человек, так и будет? Если у вас сейчас достичь на ангуларе, на бутболе, то... Ну, я не знаю, это мое решение. Я пока чувствую, у меня проблема, что я людей не успеваю нанимать. Вот у меня проблема, где их найти. Поэтому я привожу там, с Восточного Украины, сейчас, ребята. Ну, конечно, если вы хотите, чтобы у вас были клиенты с ангуларом, чтобы люди знали ангулар, то и будет проблема в людях. Это же... Ну, я ищу сейчас .NET разработчиков, которые способны писать нормальный код, а ангуларом мы потом их научим. И кого рейли людей? Ну, мы нанимаем медлоффи джуньеров, и это большая проблема, потому что я хочу нанимать джуньеров, которые там умеют, на самом деле, найти элемент, где иметь. И у львових проблем с джуньером? Да. Я поводил. Окей, ты расскажешь мне, где ты их находишь, именно на C-шарп, или в чем, да? Может, я отсыкру, надо ездить в отростки, потому что там ищу. Не знаю. Ну, кто правду расскажешь? Мне очень интересно. Угу. Я делюсь... То есть, ребята, кто-то из вас может делать по-другому, по-другому отбирать проекты, да? Не, я чему задаю, я не придираюсь. Просто мы так уж починаем, у меня те самые проблемы, те самые запитания, еще и у вас, потому что у нас есть певная ниша, где мы экспорт, потому что мы занимаемся певным продуктом для певной нищи. Але... Ну, и мы выбрали все-таки на нишу, чем на технологии, потому что технология мне зайсится уже дуже близко. Ну, цікаво. Не знаю. Ну, ну, для меня некомфортно в технологиях. Ну, то есть, мы сейчас будем сертифицироваться, мы остаемся золотым партнером Майкрософта. Знаем, я очень хорошо буду себя чувствовать в нише, ну, программистов, там, на технологиях Майкрософта. Это наше решение наше решение. То есть, это вопрос о сертификации, ну, какая думка, насколько сильно у нас бывает при выборе обрядника, ну, с точки зрения, ну, если оно вам казалось, что, я думаю, что, там, какие-то союзные партнерные партнеры, ну, я думаю, что, наверное, это хороший вопрос, потому что на биржах это не очень, ну, ну, я не верю, чтобы это было, там, ну, критически важным пунктом, да, который у нас там продвинут, честно, да. Хуже точно не будет, да, просто планируем не только с биржи получать проекты, там, нам важно быть золотым партнером, потому что у нас есть серьезная экспертиза, с которой мы приходим. То есть, это не только решение, которое приняли не только под биржу, но и под другие, ну, под другие вещи. Давайте так. То есть, содержание предыдущих двух серий, да, мы написали, он ответил, мы получили его требования, и тут же Наташ, как-то там, он говорит, Наташ, что говорит хороший клиент? Он говорит, надо с ценой определяться. Ну, в проекте, в прайсе, что он мне нарисовал, говорит, в проекте, если только фиксы, в прайсе, я считаю, что вообще, называть нужно вопросы, держать клиента в напряжении, чем больше, тем лучше. Потому что, если сразу называешь ему целому, как-то, ну, все сразу понятно. Он сразу легко тебе может спросить, если ты ему задаешь вопросы, ты ему комформикаешь. Если он совсем, ну, когда он настаивает, конечно же, ему присылаешь, да, но, лучшая практика говорит о том, что ему нужно, ну, чтобы эту цену правильно назвать, правильно его, ну, как бы, услышать всю предысторию, что же у него болит. Ну, вот это касается тоже фиксы, прайс проектов, или, 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 ну, когда есть hourly rate, тебя не меньше просто делать анализ, то тебе не просто составляют смену, ты говоришь, вот мой разработчик, вот его резюме, вот ты с ним познакомился, вот его rate такой-то, да? Типа, грузили его задачи, и мне ответили, там, отвечают, ну, вообще, что он будет все трубки, будет работать, но, в принципе, основная выкладка. Моя ответственность здесь заканчивается. Да. У нас в компании есть референциация Rating, ну, да, Junik, ну, по зонечному рынку. Да. Ну, ну, пока, то есть у нас есть, у нас там общий rate для всех, да, у нас есть заказчики, которые наши украинские, ну, они точно понимают, что такое Junik, что такое не Junik. Понимаете? Опять. то есть, откуда это поднять цене, откуда вы доференцируете Junik, чем там... Да. Конечно, это мечта, чтобы всех продавать по flat rate, да, и если нет программиста и тестировщика, это, думаю, розовая мечта, которая очень быстро, чтобы это случилось, пока этого так нет. Ну, честно говоря. Ну, из кейкера, знаете, как-то, райли Junik, как бы... Давай, ну, как бы, ну, рейты, по каким процентам я все, что продавал, давай, ну, блядь вещи там, ну, мы не будем здесь проговорить. Но у нами дразняется эта цена? Все-таки на авансе там, сверху, гораздо 5 компаний, написанный рейт вашей компании. там написано минимум, минимальный рейт в час, да, это 18 долларов, которое написано там. Что я подам в конкретный проект, как я подам и туда, это вообще моя, ну, как бы, моя подробность, что хочу, то я пишу. на 100 долларов в час, на 100 долларов в час, 55 долларов в час. Ну, как бы, совбуд. Конечно, на самом деле, это не влияет. Ну, есть какой-то рейтинг, где у Twitter есть на авансе, там, проектов поданы меньше, чем твой, там, hourly rate. Влияет на твои люди, на твои баллы, которые есть. Давайте, что, как, нам пришел проектный анализ, пришли, там, документации, пришли его идеи, он говорит, ну, скажите мне, сколько это будет стоить? Я сказал, подожди, я тебе говорю, сколько это будет стоить, давай определимся, что тебе нужно в документации. Давай сначала первое, определим, как мы детально, и что мы будем описывать. Да, там, мы тебе только в iFrame рисуем, мы тебе описываем там, не знаю, полностью выкладываем UMA, мы тебе проектируем базу данных, что вообще мы для тебя делаем, да, мы описываем там всю твою архитектуру, он говорит, это была первая наша итерация, мы сначала говорили, что мы делаем, ну, ребята, вообще нужно, чтобы это было agile, быстро, просто, вообще я люблю, чтобы систему видеть, мне нужны в iFrame, я говорю, окей, но в iFrame мы не обойдемся, мне нужно там еще что-то, ну, давайте, да, что-то еще, и он говорит, давайте мы поймем, а, то есть, вот эта вот первая часть, она была такая, ну, как бы, такая generic, она не показывала особо наших там, скиллов, как, идеи, которые понимают, ребят, наоборот, он говорит, вторая итерация, давай мы оценили количество этих, ну, iFrame, которые нужны, да, вообще какие они должны быть, и что они должны быть за iFrame, и тут мы сделали аскринерную работу, да, то есть мы ему нарисовали карты сайта, нам показали, смотри, вот у тебя есть страницы, вот у тебя есть интерфей, ну, типа там, логика движения для такого-то, типа пользователя для такого-то, для такого-то, вот посмотрите, мы считаем, получилось там 70 страниц, вот они, вот такой посыл выглядит, действительно, и серия страниц, вот посмотрите, вот какая-то вот логика, вот тебе наверное нужно будет, это функциональность, это функциональность, это, это, да, ну, как бы, нужна, и вот, наверное, вы какие-то цены, да, и тут уже, как бы, ну, тут, ну, в результате, кто бы нас отжимал по этой цене, да, то есть мы, ну, уменьшили объем работ для того, чтобы, ну, как бы, писаться в те его объемы, которые у него есть, то есть мы не упали в наш рейтинг, мы просто сделать, ну, договорились с ним сейчас сделать меньше, но потом у него возникло такое ощущение, что, во-первых, сидят люди, которые думают, да, и сидят люди, которые, ну, как бы, способны его задачу понять и разобраться, то есть наш сам ресторанализ, он был таким продающим, то есть мы договорились, что все материалы, которые мы сделаем, если он нас не купит, он его будет использовать, если он нас купит, то он не его, то есть мы его, как бы, ну, там, ну, дарим, как результат нашего анализа, да, и это было, я когда ему, ну, ну, назовывал ту самую, то есть я не называл их в письме, ну, да, мы созвонимся, и цену продумываем в свою смету, сидит вот это вот лицо марка, он видит цену, вот такой вот, он добротушный новозеландец, и он становится вот такой какой-то, он становится реально, я думаю, ну, все, проект прошел, прикажу к своему партнеру, говорю, ну, там, работали, анализировали, ничего не получилось, так расстроился, он говорит, я подумаю, он приходит к мне и говорит, слушай, ну, все нормально, ну, я как бы не очень там, как-то не доверяю, понимаю вам, давай мы сделаем как, давай мы сделаем первую часть, которая мне необходима, не строил в своем меню спину, сделай мне, пожалуйста, вот эти вот основные, да, но при этом я как бы точно, почему я считаю, что мы продали хорошо, что мы здесь не одни, не одни вещи, по которой мы, опустились, ну, ниже того, что мы, ну, мы, как бы, мы выступили в объеме, сейчас, потому что дальше, можно эти вещи продолжать, да, но мы, как бы, сохранили именно ту, вот там, ту маржу, тот там, часовой рейд, который, думаю, интересен в этом проекте, да, и сохранили это, потому что мы, четко ему показали, что мы понимаем его задачу, да, и наш анализ был, не сколько там смею, похоже, так, но можно прикинуть ее, да, для человека, который это описывает, да, а сколько там, этот анализ служил для того, чтобы ему показать, как мы работаем, что мы понимаем, как с этим, там, с этой системой разбираться, и мы готовим ему качественные материалы четко, быстро отдавать, коммуницировать, объяснять, почему это, или нет. Что-то я хотела перебить, извините. Это к тому, что я говорила, что не надо больших заданий, лучше пусть клиент будет все время в сети, чтобы в процессе работы с ним можно было согласовывать задания. Ну, где-то хорошо, когда клиент в сети, это всегда хорошо, да? Нет, нет, согласовывать задания в процессе работы. Ну, всегда хорошо, когда клиент, ну, да. Какие часы пришло на анализ? Ну, проанализировали, так вот, читая эту переписку, там, за два дня, там, нарисовали, ну, карты сайта, дальше, там уже вопрос, так, немножко подождем, пока он нас на них попросит, мы сначала покажем первую часть, он скажет, ну, окей, мы пришлем вторую часть, то есть мы как-то с ним, вот, ну, так вот, не торопились ему сразу все выдавать, чтобы он был увлечен в этот процесс. А вы дизайнеры, у вас, вот, нет, это делают бизнес-аналитики, они придумывают, ну, что должен, какой функционал может быть, там, дизайнеры, я не знаю, что потом по этому вайфрейну нарисуют картину, ну, у дизайнера, ну, работа творческая в другом, не в анализе, а, ну, ну, я думаю, это с клиентом. Что? Ну, что вы пробовали такие варианты, что эти два идеи, которые вы планируете, он вам оплатит, в случае, что он не замовлет вас в проекте. Что так вы пробовали, и думали, какие идеи? Ну, это классная идея, да, ну, это здравая мысль, в этом проекте не пробовали, и тут, ну, как бы, ну, ну, мы же читали смеху, будем, скажем, не анализировать, да, ну, он говорит, ну, скажите мне стоимость, вы положите, я нажать стоимость, мы должны понять, что тебе нужно, и, ну, как бы, здесь не анализировали, и здесь, ну, как бы, наверное, надо было все еще раз только про это поговорить. Там процессы у вас знаки, но вы надаете консультацию, аппараты, и вот сервис процессы, и, там, цены, да, не указывают, да, это хорошая, очень мусульная, да, это хорошая, очень мусульная, да, вот там, цены не указывают, в начале переписки, и, там же, и, там же, чтобы забидеться, нужно, там есть кнопочка, садмитима, да, 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 ну, ориентированно, скільки, скільки по часу, вся готова система, чтобы ее сделать, скільки у вас забрало часу, на один дайвок? Ну, я не знаю, он же там сколько-то замок у системы? Ну, схоже там, ну, ты мне скажешь, скажешь, Игорь, сколько стоит построить дом? Похожий дом? Ну, как этот бизнес-центр? Ну, я не знаю, но сейчас я в коекте. Ну, от бога до, ну, я тебе скажу так, что, гоубукин, я тебе скажу так, гоубукин, гоубукин.travel, наш последний проект, мы расплатывали 9 месяцев, и, наверное, там, вот это полтора до года, и вот сейчас мы запущем промышленную эксплуатацию, мы продолжаем дальше, вот там, дорабатываем. Ну, за такого именно система? Наверное. Ну, наверное, потому что я вот только позавчера начал писать, и не требовать. Не знаю, ну, я еще копирую операцию, дальше посмотрим, что он еще хочет. А если клиент, например, пишет, сделайте мне копию вот такого-то американского, там, стартапа, и скажите мне ценового, что бы вы ему и посылали? Отличный вопрос. Смотри, я, первым, смотрел бы на стартап, и задавал бы вопрос, я правильно понимаю, что у тебя там, ну, то есть, фишка же в чем, что у тебя есть там лорда в любой там системе, и за ней какой-то там еще бизнес-слой. Приходит тебе человек, напишите мне, пожалуйста, аналог Amazon.com. Ну, ну, окей, тогда ты говоришь, ну, ты понимаешь, что туда включается то-то, то-то и то-то. Ты, когда говоришь о такой системе, какое количество пользователей его планируют, да, это сильно влияет на мой фикс-паспект. То есть, нужно задавать уточняющие вопросы, чтобы он, ну, как бы, сначала сформировал этот стол, да, а потом уже ты его оцениваешь. Тогда ты мне говоришь, делай какой плюс это, под какой нагрузкой, у тебя в каких же технологиях делать, или в других технологиях делать, да. Тебе, из всего там бэкэнда, который там есть, на какую честь, ты понимаешь, что там есть еще вот это вот, ну, все потроха, которые ты увидишь, админка, которая есть, тебе ее в какой сложности реализовывать, во всех этих фичах, не во всех этих фичах. Тебе нужно это сейчас в первом релизе, ты хочешь там обожить. Есть очень хороший, предметный разговор для обсуждения, но у меня скоро. Может быть, ты можешь поделить свой опыт с такими проектами. Я все-таки тот самый дед, когда начинал, и разговаривал на активный доступ, там были проблемы у меня были. Однадцатая, что, если человек не удосуживается на начале, хотя бы 20 дочеки обсуждать проект, а каждый кидает в рельсы кучки самих, то там сейчас будет проблема с коммуникацией подальше. Треба инфекционно все затягивать, в последний момент ревью, все не так в конце можно сказать, что вы сделали. если, 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 там, проходит сам до меня email, то я пишу, а для чего вам это нужно? Я хочу понять, для чего в бизнесе, в чем в бизнесе. И сейчас, разговариваю, что это не очень важно, эта идея мне очень довольна. То есть, у нас лучший опыт, я пропустил, дякую, и надолго закинчиваю. Ну, клиент, это не за получается, а просто порекономили работу. Так, лучше мы забрали, и не успешно закинчить. И потому, не бороться с этим клиентом. Ну, какие есть профессионалы, просто за такую ситуацию деньги не берешь? Ну, что это email на два речения, то нет. Я шучу, ты не останавливаешься, ты не останавливаешься. Стой тоже может быть такие, ты столько сэкономил денег, сделать то, что тебе не нужно. Ну, все как раз такие email, какие выйдут, отписать, чем цикленько, что ты дворечница, ты дворечница пыталась. У нас два речения, ты же в экспортизу берешь, что? Шучу так, шучу. Такие особенности, да? Ну, когда смеху готовил, если не просто, то можно общая сумма показывать, да? В этом случае, я там детально осмотрел, наверное, не очень правильно это делать. Общая сумма, если хочешь, дальше какие-то там детали уладит, отлично, мы тебе там по этапам все там детализируем, да? Детализирует, да, если хочет, и, ну, текущий, да, там, learning, что я рейт, я уменьшать не собираюсь. Хочет дешевле, пусть убирает, там, части проектов, части задачи, которые, там, мы сейчас не можем, или то, чем нас сейчас не готовы искать. Ну, это вот такой вот мой take-off из этого, из этого кейса. Может быть, у вас какие-то там другие другие уроки есть, которые связаны с тем, каким же образом вы называете цену, какую вы помените цену? Ну, на профессиональном уровне я вытратил два дня, ну, два дня, пивня, ну, проект не отримал, да, вытратил и час, мы на запитание все-таки по воронке продаж, да, сколько вы таких робите пропозиторов, да, и сколько из них выграют реальные замовы? Смотри, ну, реально немного, да, так, чтобы не хвататься. Я смотрел нашу всю статистику по айлансу, это пять процентов, да, мне кажется, всего может быть ну, наверное, процентов пятнадцать, мы ее улучшим в ближайшее время, потому что, во-первых, мы начнем писать меньше, более точечно начнем писать, да, мы повысим качество нашего профиля на айлансе, то есть мы больше каких-то вещей, которые у нас будут, ну, продвинуть в фрейзе, у кого классная, которая хочет снимать дальше. То есть мы куда-то вот таких вот, таких вот, ну, подберем, да, по тем, которые нам пишут, то есть это процентов двадцать мы получаем откликов, а из них там процентов пять попадает в сделки, которые мы заключаем. пять лет взгады, особо нет. Да, да. Ну, конечно, а по повышению, какая вот такие проценты? Мы только начинаем дальше. Схожие, схожие. Ну, достроенные, достроенные, ну, таки, более серьезные проекты, достроенные, в принципе, ответные, но пока что один из сотен, может быть, два сфер, но все-таки бренды. Ну, я специализировался на таком русском профиле фон СМС, для разработки интернетов, очень мало проектов, на Иланции, на Одесу, то практически 90% я всегда играл, то я, ну, конференция мала, мало провайдинг, мало проектов, это у меня был такой каньок, потому что я сначала мог сразу бить, с первым видео играл проектов. А потом, мы уже, когда взрослась, хотели продолжать там, я вижу, таких проектов было ново, пішли на джангл, там уже все-таки новое, а по 50-60 видео, 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 ну, там пациент, я не рахнул, а по 20-70 видео. Ну, який приблизник? Что там? Типу, рай там до 50 человек? Ну, один процент? Ну, у нас максимум был успех, это в ответ, дальше, conversation, а что бы выходило, первое, у нас негативные ответы, потому что, несмотря на то, что я помогал все индивидуально найти, понимаете проект, понимаете бизнес-мотивы, и дать классные вопросы, я думаю, просто, я думаю, все-таки кількости люди навіть не проходят по всех ответах, потому что, не мазмисто тоже стараться, я просто пропускал, в последний раз, я просто пропускал такие классики, богатые. Прямо, что ты, извини, про профилис? У меня, да, и мне очень нравится этот пример, что это узкая специализация, буквально мы позавчера тоже зацепили за интересный проект, там мой партнер, то есть он сетиолог, технар, я ему слал проект, там у нас именно замороченные технологии, он говорит, у тебя точно есть примеры, которые есть, он сам написал битву, коряво там, без прайси, без до свидания, без позвони мне, он сказал, я делал вот эту фишку, вот так вот, вот так вот, и вот так вот. Ему сразу этот парень, несколько меньше, слушай, давай, в мой скайп, давай, мое время такое-то, звони мне, я хочу видеть, как ты это делал. когда ты очень точно эту нишу выбираешь, тогда, ты уже когда бугнишь, и ты видишь мою экспертизу, я могу с тобой уже назвать ту цену, которая мне комфортна, да, то есть я уже, ну, не с индусами конкурирую, там, с плохими, и хорошими, да, а конкурирую, ну, вот моя экспертиза, которая за мной, ты мне не веришь, ты меня понимаешь, и это такое, правосокий рейт. Можем про небольшой оборот, но точно правосокий рейт. Жилые. Ну, в мене тут тебе запитань, якщо можете... Давай, да, задавай. Ну, я сказал, мы только начинаем, может, как бы зло звучит. Ну, я створил бит, чтобы подивитись, как замовник створит, ну, со стороны замовника, ну, в связи с такими проектами, которым мы занимаемся, мы занимаемся Mobile, занимаемся Loyalty, для ресторанов, створил, приблизно, идеальный для нас проект, и подивися, кто сделает это. У нас, приблизно, 50 человек, из этих 50, где-то, 12 человек, сделали хорошую пропозицию. Вот я попросил сразу, там, напишите мне цину, приблизно, оценку, приблизно, выкористите слово, там, Loyalty, как на начале. То есть, было 50 людей, из 50, где-то, 15 было меньше, меньше адекватных людей. Вот, вот такая у нас статистика, я просто подивился, если бы, был безимоген, мы бидли, мы попадаем в эту 20-ку. По сути, как он выбирает из 20 проектов у нас, складно, потому что, мы приведемо все эти четыре, три приплати, еще в тебе, там, на первом слайде, и эти 10 человек, 15, привели те сами приплати. То, как с ними конкурировать? Мы разумеем. Это же чисто какой-то случай, он выбирал, ну, кого-то из этих 15 тысяч человек. Ну, рисунок, значение имеют не только, что ты пишешь, на какой у тебя профиль. Да, профиль. То есть, все эти три вещи, они выглядят. Я же говорю, что, было 50 людей, 50, там, случайно, хлам, там, очень удивительные вещи для людей, когда пишут, копейпас, это видно сразу, но 15 человек сделали нормальный фильм. То есть, не такие, которые боялись сам, со стороны замовника, или вы реагировали? Киев, это много, близко, не близко. Если у вас был замовник, может, ваш поведен свою историю, вы не набираете, у него был замовник Киева, у него все украинцы. Если ты из Украины, он тебя возьмет, он где-то с ней прилагает. То у него там был, не знаю, приз пречи, все эти трицы будут украинцами. Это самый замовник. Я уже не знаю, это украинцы. 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 Я, 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 я скажу, 15, это, честно говоря, два из Украины, один, не знаю, из Лондона, из Балкана. То есть, примерно 15 людей, с которых нам сложно выделить. То есть, что это начало. Как я выделяю себя. И среди этих 15, это сложно выделить. Практически невозможно. Нет, нет, тут есть такие загальные правила, на что смотрится клиент, анализоватку, кроме того, что там, кроме листа, который ему написал. Клиент смотрит на свой профиль, на его адекватность. И второе, что свой клиент тут профиль. Тут есть отзывы, рейтинг. Такие подобные проекты делали. Ну, то есть, это смотрит клиент, да? Ну, вот так вот, да? А что конкретно данного клиента беспокоит? Техническая экспертиза. Какая-то, замерная область, мы сочиняем бизнес-задачи. Не знаю, что ж ты с Украиной? Ну, то есть, тут уже как бы все клиенты-то разные. Да. А на каком этапе, ну, разумеется, что нужно начинать говорить о разговорах о каких-то подписаниях контрактов, потому что вы, человек, намагаетесь сказать, если вам, человек, когда клиент вам достанет? Мы, клиенты, долбим вопросами, а он скажет, ну, назови меня целым, сколько это будет стоить? Насколько вы будете стоить? Мы говорим, ну, подожди, не на сколько вы стоите? У нас стоим столько. И тогда, ну, на авансе же нет контрактов. они говорят, ну, согласен, выбирай нас. цену при этом лучше называть там лично, если есть какие-то там возражения, какие-то еще вещи, да, то есть их можно сразу там лично, ну, при скайпе там снимать. То есть я очень такой не фанат написать, ну, цену и отправить ее, да, потому что сразу тебе легко с кем-то сравнить. Да, когда ты с ним, да, сейчас я договорю, я тебе там, когда ты просто с ним поставил в переговорах, ты, как это, демонстрируешь свой экспертизм, да, ты лучше понимаешь, что у него болит, и как тогда его там проблемы решаешь. Все это позволяет тебе лучше там цену ее поднять. Ну, то есть, что вы держитесь там на делан, у кого там рейт, у кого там с ним сплакуетесь, вы это все стараетесь тримать от деланса, или вы это все вводите в какую-то там, правовую, украинскую там, не знаю, вы стараетесь все тримать от все проекти на делансе, чтобы там у вас было там, очень много годин, очень большой рейтинг, и не вводить робот? Ну, мы работаем там, где клиент нам платит деньги. Я объясняю что мне, у нас есть клиент, который там пришел на делан, дал вам тестовый знак, сказал, ребят, вы мне понравились, у меня есть контракт, давайте мы его подписываем, я вам эти деньги там зайду, у меня есть фирма там, я с ними работаю, вы сделали этот фирменный проект. И он сказал, ребят, у меня есть мой стартап, сейчас тоже, чтобы вы его сделали. Поскольку это не моя фирма, мне не хочется с этим бумажками возиться, я хочу с вами работать через Виланс. Как клиенту удобно, так и мне работать. Он платит деньги, он директурит условия. Вот и все. Что здесь там? Кто платит за музыку, тот ее и танцует. Таня, на ракуну к пропозиции, для правды у вас в профильмалансе 6 фронтактов, вы продаете имя компании, если конкретно просят Смотри, зависит от двух вещей. Чаще всего от имени компании, если конкретно просят конкретного, типа там I don't want to work with your teams, I need to bring them freelancer. Если очень категорично написано, я подаюсь от профиля, у нас прокачанный профиль разработчика, я от него подаюсь. Если написано не очень жестко, я пишу, что я Игорь, я хочу подать своего разработчика такого-то в этот проект. У меня еще питание по команде вашей. Ваши программисты знают, скільки замовник платит ему? Мои программисты знают, когда у них зарплата и какой у них рейт. Мои программисты знают, сколько я ему, как компания, оплачиваю. Мои программисты знают, оплачиваю. Он же, ну, в Одесске контрейкер. Я с Одесском не работаю, да, в Юлайнсе, он понимает, что его заплата такая, да, как я, по какому рейту я оплатываю, когда эти деньги зашли. Его это не должно беспокоить. Он являюсь работник, он получает зарплату 50-го числа каждого месяца, 20 дней, он не отпускает, где есть деньги компанично. Точка. Где я ищу клиентов? Как вам получает зарплату, когда клиентов нету? Откуда управляются печенья в офисе? Да, откуда там, не знаю, он ездит на тренинге, да? Вот это вы не могли бы, он же делал свою работу, а остальное, там, могут быть не надо. Кому я, по сколько буду. Ну, что, у тебя же есть там профайлы этих девелоперов, да? Ну, что? Ну, то они подают, или ты подаешь? И я подаю от него. Дебалл ты должен писать код, да? Ты его, я, то есть, только мой сетё может написать абсолютно с ошибками, нелогичный бит, и ему сказать, давай, чувак, я хочу с тобой работать. А представь себе, девалл, который будет отвечать. Плюс код пишет, я за него не пишу. А вы, если мать, это, ампийки, ну, с первой парнице, мы не слышим, как у нас, а цены, проекты, и что? Клиент говорит, чтобы вы ему дали цену, да, если он будет на основе цены, скажем аккуратно, если клиент, если клиент очень жёстко требует цену, или вообще никак, а я не могу это оценить, да? То есть тут, где есть два пути, я ему говорю, что смотри, я готов, я слышу, что, первое, можно признать факт, что ему нужна цена, и мы это знаем. То есть тут надо писать, что я понимаю, что тебе нужна цена, и ты будешь сейчас на неё с ней работать, да? Мне для того, чтобы тебе эту оценку дать, нужно понимать это, это, это и это. Ты мне на эти вещи ответь, и я тебе потом смогу оценить. Да? Если он там всё равно бьётся головой об стенку, и говорит, нет, дай мне цену, и говорит, ну вот мой диапазон цен. И ты мне ответить на вопрос, и тебе точно дам смех. Потому что, ну, оценивать сферического коня вакуума, у меня там выигрывало, перед тебя потом, ну, как ты делаешь, сам будешь программировать, да, за них. Да, я программист до образования. Поэтому, ну, как бы, у меня легче специфику понять, я пробовал много против нас, я понимаю, сколько дать, там, самого стиммейта, а потом тебе скажу, ну, слушай, ты стиммейты давал, ты её выполняешь. Ты обещал, ты делал, получал просто. Да, и что замовнуть хочешь суток фрилансовой, неких команд, неких компаний, и так далее. Ты не продажешь фрилансов, ты не будешь думать, что это фрилансов, да? Нет. Подожди, я бы говорю, тебе нужен там Василий, да, там, Пётя. Вот это, профейло Петя, подаюсь им. С Петя происходит собеседование. Если Петя нравится... Не-не, но ты-то компания, не скажешь, а я хочу себе вот Петю. Ну, не знаю, кто ты, компания, не компания, куда Петя ходит на работу, где он снимает торфи, с кем он пьёт, пьёт, делает свою работу и делает. Ну, тут, скорее, питание, что коммуникация, тебе с кем с Петей, или с твой? Ну, я могу, ну там, Петя там, коммерческий вопрос, договоримся, и всё, Петя там... Тоже, что Петя на тобой скилил, там митинг, и Петя там не будет. Да, они ходят не будет. Наберится почасовой рейд, но я могу там помочь Пете, там, вписать ту цифру, которую я придумал, чтобы он не думал, то есть... всё равно мы не понимаем. Давай. Давай. Если за мной он каже, я не хочу компаний, я хочу окраймою люди, будешь ты подавать ему люди, чтобы он думал, что это окраймою люди? У меня не было таких вот жёстких ситуаций, да? Во-первых, ну, понимаете, почему мы такое требование ставим? Ну, мало ли. Ну, если я, я могу подозревать, что ему не хочется платить всякие, там, управленческие оверхеды. Ну, возможно. Ну, значит, он не хочет платить на высокий рейд, значит, не мой заказчик. Если он хочет напрямую общаться с разработчиком, и у него нужна там прямая коммуникация, гибкость, пожалуйста, у тебя разработчик работает. То есть, ты парнинс, ну, что за этим стоит? Ну, я... Зачем? Надо работать в компании, тебе нужен разработчик, будет тебе там, идейте, твой разработчик, делай саму, что хочешь. Ну, не убивай, это же мнение. Отвитом он просто едет. Ну, то есть, если он хочет просто низкий рейд, мне не интересно. Угу. Ты сказал про украинские замовники. Вы их так само шукаете? Они сами вас знаходят? Ну, у моего сетё очень хорошее сарафанное радио. Все его знают как очень хорошего атлантикого проблемиста. И это оттенна работа, в котором у него есть. Пишут с ними доступ? Да. Ну, сейчас мы как бы начали этот процесс интенсифицировать. Получилось так, что Марианн Зоу, мы смотрим сам. И так началось, что у него долго была компания. И он там сам всем занимался. И Вэн там два месяца назад переехал из Непрактовского Долго. И начали работать вместе. Я занялся продажей, маркетингом, набором персонала. А у Вэнса именно там в релизере техническими вещами. Все равно сейчас появился мой ресурс для того, чтобы контакты расширять, продавать больше через них. Да. Ну, как бы до этого сами приходили. А вот половина из них оказалась, потому что не было людей и вот он все это все делал. За что он был иной несколько раз на каждом. Вэнса Вторая нокаут? Ну, я не знаю, что я пытаюсь. Хороший пацан. А это остальные слайды? Там еще есть. Там еще есть. А там да, извините. Заключение, наутические заключения уже там основные Тайков сказал, да? Есть слайд с простословием. У нас есть проект, что мы работаем, что в Совоком Новой Зеландии каждая в сентябре я только так дружу себя, провожу митинг заказчиков, потом мы дальше засыпать. Да? То есть это как бы жизнь. Ну и спасибо. Можно? Аплодисменты.